Команда мечты по вопросу абортов Но уверяю вас, именно так она названа в тексте публикации Видимо, для пущей эмоциональной окраски Кстати, и обвинения участников протестных акций в демократической Польше Выдвигают более серьезные, чем в тоталитарной Беларуси Ха-ха-ха-ха, какая жесть Но неужели мы стали бы включать эту новость в программу Если бы на выборах в Грузии все было так скучно и однозначно Что ты объявляешь, Тамарь? Тебе не стыдно? Это фальшивые результаты Ну а в Индии тем временем своя атмосфера Как сообщает британское издание The Guardian На прошлой неделе там правоохранители задержали двух мужчин Которых подозревают в продаже лампы Аладдина Да уж, лично мне, уважаемые зрители, известен только один джин Способный исполнять желания Настаивают его на можжевельнике Правда, если перебрать, на утро болит голова И всякие желания отпадают Здравствуйте, уважаемые зрители В эфире Международная панорама И я, ее ведущий Данил Богатырев Польшу лихорадят от протестов Если пару месяцев назад Польские правительственные круги И экспансионистски настроенные граждане Радовались многочисленным протестным акциям В соседней Беларуси То на минувшей неделе похожую картину Они могли наблюдать прямо у себя за окном Началось все с того, что две недели назад Конституционный суд Польши Объявил вне закона аборты В случае серьезного порока развития плода Решение окончательное И не подлежит обжалованию в правовом поле Однако оно оспаривается либеральной оппозицией И организациями по защите прав женщин Здесь стоит оговориться Что ранее в Польше С подачи консервативной и католической партии Право и справедливость Уже были запрещены аборты Во всех случаях Кроме явных медицинских показаний Против этого активно выступали Феминистские и грантовые структуры Однако до тех пор, пока проблема находилась В сугубо этическом русле Не затрагивая вопросов Непосредственной медицинской угрозы Для рожениц Протесты не пользовались широкой популярностью В польском обществе Недавнее решение Конституционного суда Все изменило Демонстрации, которые начались Как акции против закона о запрете абортов Переросли в мощное антиправительственное движение С массовыми беспорядками и хаосом В Варшаве 30 октября На акции протестов Вышли от 80 до 100 тысяч человек А по всей стране Около полумиллиона Во время прошлого митинга Его участники попытались Пойти на штурм Резиденции главы правящей партии Право и справедливость Ярослава Качинского Который укрепил свой особняк Кордоном силовиков Качинского в Польше называют Теневым руководителем страны О чем мы уже рассказывали В одной из наших предыдущих передач По сообщениям прессы На митингах уже появились И местные тетушки Выступающие на стороне властей Парни спортивной внешности Нападающие на протестующих По версии немецкого издания Deutsche Welle Речь идет о сторонниках Ультраправых идей В конце минувшей недели Полиция задержала Десятки участников беспорядков Либеральная пресса Выходит с заголовками В унисон Одному из девизов Протестного движения Это война Другим лозунгом митингующих Стало нецензурное выражение Печатным аналогом которого Является слово Выметайтесь Это требование Участники протестов Адресуют представителям Правящей партии Право и справедливость Социальную базу протестов Составляют либерально настроенные Жители городов Которые на летних президентских выборах Голосовали за либерала Мэра Варшавы Рафаа Тшасковского Кроме того Имеет место И региональная специфика Сторонники Тшасковского Как и те Кто поддерживают Нынешние протесты Проживают в основном В столице И западных регионах страны В то время Как жители сельской местности И восточных провинций Настроены Гораздо более консервативно Вот что рассказал О социальной базе Нынешних протестов В Польше Журналист Барташ Чиж Его слова Приводит украинское издание Страна Цитата Тогда представитель ПИС Дуда Победил с минимальным отрывом 51 против 48 процентов И уже было ясно Что общество накручено Эскалация будет нарастать И Польшу ждет взрыв Те, кто выбрали Дуду И кто против нынешних протестов Выступают за стабильность Это консервативная часть общества А также селяне В целом Польша консервативна В вопросах семьи и религии Что и стало причиной Поражения Шасковского Противники же власти А это другая часть Польши Которая сейчас выходит на протесты Считают, что страна Движется чуть ли не к диктатуре А правящая партия Прибрала к рукам суды И пытается заткнуть Рот журналистам По последним соцопросам На фоне протестов ПИС Уже существенно теряет популярность А их оппоненты Из гражданской платформы Вместе с левыми и центристскими партиями Получают около 50% голосов В западной прессе Польские протесты Освещаются широко И с нескрываемой симпатией К протестующим Так, например, 1 ноября На сайте американского Информагентства CNN Вышла статья под названием В Европе и США Возникли новые угрозы Праву на аборт Вот показательный отрывок Из этой публикации Цитата Команда мечты по вопросу абортов Обычно получает Около 400 звонков в месяц От женщин, которые Ищут совета и информации По словам члена команды Юстины Выджинской На прошлой неделе Польская правозащитная группа Собрала 700 обращений За три дня Некоторые поступали От женщин Которые только что Прибыли в больницу Чтобы сделать аборт Из-за дефектов плода Но их отправили домой После того, как 22 октября Конституционный суд Польши Наложил почти полный Запрет на аборты Наверное, наших зрителей Тоже смутило название Организации Команда мечты По вопросу абортов Но, уверяю вас Именно так она названа В тексте публикации Видимо, для пущей Эмоциональной окраски Что же касается Постсоветского сегмента Интернета Здесь пользователи Вовсю упражняются В сатире Над польскими властями Самая популярная шутка Заключается в сравнении Слов премьер-министра Польши Матеуша Муравецкого Двухмесячной давности О протестах в Беларуси С его комментариями О нынешних массовых Выступлениях в Польше Напомним, тогда он называл Акции в соседней стране Жаждой полной свободы Демократии А теперь называют Демонстрации в Варшаве И других польских городах Недопустимыми актами Агрессии Варварства И вандализма Кстати, и обвинения Участников протестных акций В демократической Польше Выдвигают более серьезные Чем в тоталитарной Беларуси В распоряжение Польского издания РМФ Попало письмо Национального прокурора Польши К своим подчиненным С указанием Предлагать для организаторов Протестов против запрета абортов До 8 лет лишения свободы Текст документа Опубликовал в своем твиттере Журналист издания Патрик Михальский В общем, ничего нового Двойные стандарты В политике западных держав Давно стали привычным явлением Хотя либералы, наверное Ответили бы нам на это Избитой фразой Вы не понимаете Это другое Подробнее о том, что происходит в Польше Поговорим с политологом Экспертом Украинского института политики Валентином Гайдаем Здравствуйте, Валентин Здравствуйте, Даниил Ну что, как вам обстановка в Польше? Кто стоит за этими протестами? Действительно ли это беснование Каких-то либералов и феминисток И сарасят Как утверждают некоторые отечественные аналитики Или же под этими протестами есть какая-то Глубокая социальная база И вот эти вот ограничения Конституционного суда Польши Действительно Задели чувства поляков и полик Задели их какие-то фундаментальные права? Ну, смотрите На самом деле Они не больше и не меньше Чем те же протесты в Беларуси Знаете, вот, например Когда про белорусские протесты Рассказывают Что там какая-то волна Там протестов Там люди вышли Ну, знаете Ну, выходят, да, действительно люди Но не больше, не меньше Там, чем в той же Франции, например Или в той же Польше Касаемо Польши Все-таки Нашей темы нынешней Было бы правильно, наверное Если бы я Немного рассказал В чем вообще суть проблемы Да То есть Суть даже не в абортах Вот А вообще, в принципе В протестах против действующей власти Ее, скажем, такого Неоконсервативного курса Но вообще, конечно Поводом стали аборты Вернее, их ограничения Тут что важно отметить Значит Дело в том, что Прерывание беременности Было ограничено в Польше Еще 27 лет назад В 1993 году Там было ряд нюансов Ряд ограничений Условий, по которым Женщина могла прерывать беременность Да Вот Это изнасилование Инцест Повреждение плода Например Угроза здоровья Самой женщины И так далее В принципе За последующие 10 лет Этот законопроект Вернее, уже закон Хотели пересмотреть Более-таки Либеральные силы Приверженцы абортов Различные феминистические движения И так далее Вот Но, в принципе Этот закон держался В редакции До 2016 года Когда Снова победили Консерваторы И Анжей Дуда Еще в 2015 году Стал президентом И потом Поменялось Правительство И по инициативе Премьер-министра Беаты Шидла Это Представитель Как раз Права и справедливости Консервативной партии Вновь Начали Застрять Тему абортов И Предложили Снова Их Ограничить Еще более Как бы Ужесточить Саму процедуру Абортов Вот Тогда Сейм Имеется в виду В 2016 году Было Внесено Два законопроекта Совершенно разных Один касался Наоборот Либерализации Абортов Другой Наоборот Их Ужесточение В конечном итоге При Поддержке Консервативных Сил При поддержке Католической Церкви Был принят Второй законопроект О Еще больше Застрятия абортов Но только В первом чтении Потому что Было тогда Колоссальное давление И Европейского Союза Различных Прозападных Либеральных Партий Как самой Польши Так и Извне Поэтому Вопрос Завис В воздухе Но там что интересно Аборт Можно было Проводить Только в условиях Когда Есть Риск Здоровью Матери Но что мы Сейчас видим В нынешнем решении Конституционного Суда После После Которого Вот сейчас Возобновились Протесты Кстати Они же И были И 4 года Назад Так называемые Черные Протесты Когда Женщины Или там Просто там Привеженцы Абортов Да Выходили на Улицы Под такими С такими Знаете Черными Зонтиками Там В черных Таких Одеяниях И протестовали Против решения Польских Властей Так вот Что самое Интересное Сейчас Конституционный Суд Он даже Расширил Условия При которых Женщина Может сделать Аборт Если В законопроекте Беаты Шидла От 16 Года Предусматривалось Как я сказал Только одно Условие Да Это когда Плод Угрожает Здоровью Женщины Да То сейчас Суд Добавил Еще Одну Позицию Это если Женщина Забеременела В результате Изнасилования То есть Получается Он даже Расширил Возможности Да Сделать Женщине Аборт Но понимаете Кого это Интересует Даниил Главное Найти Хоть какой-то Повод Чтобы выйти На протесты Против властей Чем собственно И воспользовались И феминистки И различные ЛГБТ Движения И либералы И ориентированные На Демпартию США Сами силы В Польше Да Вот они Вышли Вот по таким Надуманным Предлогам Валентин Вот поэтому По этому поводу Хотел бы отметить Что судя по всему Такой раскол Условно Либерально Консервативный В Польше Обостряется Мы с вами В прошлых передачах Говорили о том Что он имеет И региональное Измерение А именно В Западной Польше Больше голосуют За либеральные силы В Восточной Больше за консервативные В столице Больше опять же За либеральные А в регионах В сельской местности За консервативные То есть мы видим Что этот раскол Сейчас обостряется И были уже Столкновения С полицией В Варшаву Выведена Военная полиция На улице Я видел Они весьма жестко Там подавляют Самых таких Суровых Митингующих Самых Радикальных Вот опять же Польское правительство Уже Пригрозило Урезать Финансирование Тем университетам Которые Поддерживают Протесты Это кстати Привет всем тем Кто критиковал Лукашенко За аналогичные Решения Ну и так далее Насколько далеко Может зайти Вот этот вот Либерально-консервативный Раскол В польском обществе Да я думаю Что не так далеко Потому что Я сказал с самого начала Не надо преувеличивать Эти протесты Как и в других Любых странах Как помните Говорил Зарян Шкиряк Повоняют И забудут Вот То есть Ну понятно Вы помните Даниил И наши Я думаю Уважаемые зрители Тоже наверное помнят Когда мы с вами Обсуждали Выборы в Польше Я говорил Что очень много Было негодований Победой Дуды Потому что Его оппонента Ориентировано Ориентировано На либеральные Ценности На либеральный Такой запад Рафаут Шасковский Вы имеете в виду Да Да Шасковского Его буквально За уши Вытягивали И чуть ли там Не В Рюсселе В открытую Агитировали Да И с Бараком Обамой Он созванивался А мы знаем Что это Барак Обама Представитель Демпартии США На позиции К Трампу Да Вот кстати В контексте Выборов В Штатах Тоже довольно интересно Потому что Если Победит Трамп На выборах А я хочу Напомнить Что летом Этого года В разгар Пандемии Коронавируса В разгар Протеста В самих Штатах Он принимал Анжиа Дуду Вот И они Подписали Ряд соглашений Вот В частности По поводу Военного Сотрудничества Поэтому Скажем так Было Видно Вот Такие Контуры Союза Трампа И Дуды Да Нынешнего Президента Польши Вот Так вот Если Трамп Передберется То скорее Сего Оппозиция Польши Она потеряет Поддержку Да Вот В лице Байдена Который Проиграет Выборы Естественно Скорее Сего Вот И Я думаю Что эти протесты За Несколько Недель Спадут на Нет Тем более Я уже Вспоминал Про черные Протесты 2016 Года Которые Тоже Продлились Ну Буквально Там Несколько Недель Не более Ну Тогда Правда Была Пауза В том Плане Что Всего Лишь Первом Чтении Приняли Законопроект Да О Запрете Абортов Вот Но я Не думаю Что они Продлятся Долго Да Тут Наслаиваются И другие Протесты Тут Наслаивается В принципе Недовольство Платформы Абовательской Которая Проиграла В том году И парламентские И в этом году Президентские Выборы В Польше Да Вот Они хотят Отыграться Поэтому Они сейчас Придумывают Любые предлоги Чтобы вывести Людей на улицу И как я сказал С самого начала Выходят же Все кому угодно И феминистки И ЛГБТ И либералы Вот И представители Различных Там Прозападных фондов Но Также есть И противодействие Скажем Такой Антимайдан В виде Активистов Католической Церкви Разных Ультраправых Организаций Представителей Футбольных Фанатов Вот Польской Легии Так называемой Вот То есть Я бы не сказал Что власть Одинока За ней Стоит и Церковь И консервативное Общество Поэтому Ситуация Равносильна Если даже Не на стороне Властей Вот Я не думаю Что у этих Протестов Будет какой-либо Успех Спасибо вам 2 ноября ЦИК Грузии Сообщил Что правящая Партия Грузинская Мечта Демократическая Грузия После обработки 99% Голосов Побеждает На выборах В парламент Страны С результатом 48,1% Так Так По итогам По итогам Выборов Парламент Прошли 7 партий И 2 блока Основной Конкурент Действующей Власти Партия Единое Национальное Движение Которую Основал Экс-президент Страны Михаил Саакашвили Набрало 27,1% Отмечается Что второй Тур Выборов В стране Состоится В 17 Мажоритарных Округах Где 50% Не набрал Ни один Из Кандидатов Но неужели Мы стали бы Включать Эту новость В программу Если бы На выборах В Грузии Все было Так скучно И однозначно Как наверное Уже догадались Наши зрители Недавнее Волеизъявление В кавказской Стране Не обошлось Без протестов Со стороны Оппозиции Основными Подстрекателями Протестных Настроений Выступили Однопартийцы Экс-президента Михаила Саакашвили Их Единое Национальное Движение По всем Законам Жанра Еще до Выборов Заявила О том Что действующие Власти Собираются Их Сфальсифицировать Когда Председатель Центральной Избирательной Комиссии Тамар Жвания Представляла Первые Предварительные Результаты Ее Прервал Член ЦИК От единого Национального Движения Давид Киртадзе Он Прокричал Цитата Что ты Объявляешь Тамар Тебе не Стыдно Это Фальшивые Результаты 1 ноября Несколько тысяч Сторонников Грузинской Оппозиции Устроили Акцию Протеста У резиденции Лидера Правящей Партии Грузинская Мечта Бедзины Иванишвили Участие В митинге Принимали Почти все Партии Которым Удалось Получить Пропорциональное Представительство В парламенте Набрав На выборах Более 1% Голосов В течение Трех Часов К собравшимся Обращались Политики Как сообщает Издание Новости Грузии На митинге Заявили Что протесты Продолжаются До тех пор Пока не назначат Досрочное Голосование Впрочем Вряд ли Несколько тысяч Человек Способны Стать той силой Которая Заставит Власть Пересмотреть Итоги Выборов Тем более Что Как нам Известно Шансы На успех И поддержку Западной части Мирового Сообщества Имеют Только Те Цветные Революции Которые Санкционированы Госдепом Вышла неувязочка 1 ноября Посольство Соединенных Штатов В Грузии Опубликовало Официальное Заявление Относительно Прошедших Выборов В котором Говорилось Следующее Цитата Посольство США Разделяет Первоначальную Оценку БДПЧО БСЕ О том Что парламентские Выборы В Грузии Были конкурентными И в целом Были соблюдены Основные свободы Тем не менее Повсеместное Обвинение В давлении На избирателей И стирании Границ Между правящей Снизили доверие Общества К некоторым Аспектам Процесса Мы призываем Все партии Устранить эти Недостатки До второго Тура И во время Будущих Выборов Иными словами Несмотря на Некоторые Огрехи Которые По словам Американцев Желательно Исправить В будущем В целом В Гуздепе Признали Парламентские Выборы В Грузии И это Неудивительно Партия Бедзина Иванишвили Грузинская Мечта Выглядит Для США Приемлемым Компромиссом На протяжении Последних лет Управления Страной Она активно Восстанавливала Экономические Отношения С Россией Не отступая Тем не менее От прозападного Вектора По вопросу Северной Осетии И Абхазии Неподконтрольных Грузинскому Правительству Партия Бедзина Иванишвили Также занимает В целом Более Конструктивную Позицию Чем сторонники Саакашвили Запомнившиеся Грузинскому Обществу Позорным Поражением При попытке Возврата Неподконтрольных Территорий Военным путем В августе 2008 года Стоит отметить Что сам Михаил Саакашвили Несмотря на Свои замашки Политического Фрика Довольно Тонко Чувствует Конъюнктуру До парламентских Выборов В Грузии Он было Согласился Стать кандидатом На пост Премьер-министра От единой Грузинской Оппозиции Но после Признания Итогов Голосования Со стороны США Поспешно Отказался От этой Затеи Таким Образом Саакашвили Фактически Слил Все майданные Устремления Своих Сторонников На родине Что же До перспектив Его возвращения В Грузию Они остаются Призрачными Девять Уголовных Дел Открытых Против Мехок Грузинскими Правоохранителями И подготовка Запросов На экстрадицию Не оставляют Ему Никаких Шансов На добровольное И безопасное Возвращение Впрочем И выдавать Опального реформатора В СИА Грузии Украинские Власти Не намерены Генерируя Себе Новые Проблемы Во взаимоотношениях С Тбилиси Ну а В Индии Тем временем Своя Атмосфера Как сообщает Британское Издание The Guardian На прошлой Неделе Там Правоохранители Задержали Двух Мужчин Которых Подозревают В продаже Лампы Аладдина Чтобы ввести В заблуждение Покупателя Один из них Переодевался В джинна Слушаю И повинуюсь Далее цитата Лаик Хан Работающий врачом Обратился в полицию Северного штата Уттар Прадеш После того Как понял Что лампа Не обладает Какой-либо Магической силой Как описано В популярной Народной сказке Об Аладдине И его исполняющем Желание Желание джинне Который Который появляется Когда лампу Натирают Как сообщил Старший офицер Местной полиции Амит Раи Мошенники Заключили сделку Гораздо дороже Но врач Успел заплатить Около 7 миллионов Рупий Эквивалент 72 тысяч Фунтов Стерлингов Или около 90 тысяч Долларов Аферист Был задержан В четверг Да уж Лично мне Уважаемые зрители Известен Только один джин Способный Исполнять Желания Настаивают Его на Можжевельнике Правда Если перебрать На утро Болит голова И всякие Желания Отпадают Ну а Находчивости Индийских Аферистов Можно только Поаплодировать Этакую бы Энергию Да в Конструктивное Русло А так Пропадет Талант Почем зря Над Молдовой Где на минувших Выходных Прошел первый Тур Президентских Выборов Продолжает Нависать Угроза Цветной Революции Причем В отличие От ситуации С Грузией Угроза Вполне Серьезная Выборы В Молдове Состоялись 1 ноября Опубликованные Вечером Того же Дня Результаты Экзитповов Не преподнесли Никаких Сюрпризов Согласно Им Действующий Президент Игорь Дадон Должен был Набрать Около 41% Голосов В то время Как его Основная Конкурентка Лидер оппозиционной Партии Действия И Солидарность Майя Санду Около 35% На третьем месте Согласно Данным Экзитповов Должен был Оказаться Лидер Нашей партии Мэр города Бельцы Ренат Усатый С результатом В 11,5% Однако На следующий день Стало понятно Что либо Данные Экзитповов Себя не оправдали Либо В Центре Сбирковыми Молдовы Сознательно Подыгрывают Так называемой Проевропейской Оппозиции После обработки 99,4% Протоколов ЦИК страны Сообщил Что прозападный Экс-премьер Майя Санду Набирала В первом туре 35,9% Голосов Обойдя Таким образом Действующего Президента Игоря Дадона Набравшего 32,7% Голосов На третьем месте Оказался Рената Усатый С результатом Почти в 17% Как видим Официальные данные ЦИК Отличаются От результатов Экзитповов На 7-8% Причем Это отличие Касается Дадона И Усатого У которых Потенциально Может наблюдаться Перетекание Электората Оба кандидата Имеют репутацию Пророссийских Если бы Аналогичное Отличие От экзитповов В меньшую сторону Наблюдалось Ума И Санду Ее сторонники Наверняка Уже собирали бы Майдан Кстати Именно это Они и собираются Делать Предвидя Проигрыш Своего кандидата Во втором туре И уже заявив О том Что выборы Будут сфальсифицированы Но об этом Чуть ниже А пока Отметим Что версия Подтасовки Официальных Результатов ЦИК В пользу Санду Нам представляется Вполне вероятной С 2009 года И вплоть до Прихода Игоря Дадона На пост Президента В 2016 году Прозападные силы И румынские Унионисты Правили Молдовой Практически Безраздельно Более того Уже в период Его президентства Оппоненты Активно Вставляли Дадону Палки в колеса Дважды Приостанавливая Его полномочия Решениями Лояльного себе Конституционного Суда Так что Сговор Сторонников Майи Санду В центре Сберковья Молдовы Против действующего Президента Отнюдь не Выглядит Конспирологией Целью подобной Политтехнологии Может быть Закрепление В сознании Избирателей Образа Майи Санду Как победителя Первого тура И явного Фаворита Всеизбирательной Гонки В результате Если победит Игорь Дадон А шансы На это Весьма велики Учитывая Перетекание К нему Во втором Туре Большинства Голосов Рината Усатого Оппозиции Легче будет Вывести Людей на улице Под лозунги О фальсификации Выборов Как мы уже упоминали Выше Задолго До начала Избирательной Компании Представители Оппозиции Стали говорить О возможных Фальсификациях В сентябре Майя Санду И еще Четыре Кандидата Написали Письмо Верховному Представителю ЕС По иностранным Делам И политике Безопасности Жозепу Боррелю В послании Говорилось Что Дадон Готовится Подтасовать Результаты На избирательных Участках Расположенных В России Кроме того Проевропейские Оппозиционеры Недовольны тем Что до голосования Допустили Граждан Молдовы Проживающих В Приднестровье Санду заявила Что Дадон Выделил На подкуп Избирателей В Приднестровье 2 миллиона евро Фактически Поддержал Оппозицию Посол США Дерек Хоган Который призвал Пристально следить За тем Что происходит Во время голосования Избирателей Из Приднестровья Начало Протестных акций Ожидали уже После первого Тура Но судя по всему Ввиду того Что Санду В нем заняла Первое место Молдавский Майдан Переносится На следующие За вторым туром Дни Подробнее О политической Обстановке В Молдове Поговорим С политическим Аналитиком Русланом Безяевым Здравствуйте Руслан Добрый день Данил Добрый день Уважаемые Зрители Ну вот Как вы оцениваете Итоги Первого тура Президентских Выборах В Молдове Честно скажу Меня они удивили Почему Потому что Сильно Отличаются От результатов Экзитполов И сразу Это наталкивает На конспирологические Мысли О том Что в Центральной Избирательной Комиссии Могли подтасовать В пользу Санду Что вы Об этом думаете Я думаю Что на результаты Первого тура Повлияла В общем-то Явка Почему Потому что Как и у нас В случае С местными Выборами Моделировали Одну явку Соответственно Одни результаты А получилось Немножко не так И получились Другие результаты В основном За то что Очень мало Людей Проголосовало В Приднестровье Приднестровье Это Уже Историческая Территория Которая Давала Додону Достаточно Значимое Количество Голосов Но в этот раз Эти голоса Таусатому Либо Избиратель Просто не пришел На избирательный Участок И таким образом Мы имеем ситуацию При которой Формальным победителем Первого тура Является Майя Санду Но это достаточно Хрупкая победа Знаете Это такая Такой журавль В небе Почему Потому что Если во втором туре Моделировать Ту или иную ситуацию При понятной Уже явке А как правило В Молдавии Все-таки На второй тур Явка больше Чем на первой И распределить Все протестное Голосование То шансы Додона Не такие уже И маленькие Но при этом Мы должны понимать Что в любом случае В этот раз Победа кандидата Будет исчисляться Двумя-тремя Процентами И это Это очень большая Перспектива Что власти Власти будут Власти И очевидно В стране Идет такая Раскрутка Подготовка К сценарию Цветной революции Вот насколько Он вероятен На сегодняшний день И как Действующие Молдавские власти Могли бы Его купировать Ну Сценарий Достаточно вероятен Посмотрим На Грузию Да И даже При всех Одинаковых Условиях Саакашвили Все-таки Не отказался От попытки Вызвать протесты И цветную революцию Версия 2.0 Более-менее Такую же ситуацию Могут смоделировать В Молдове В случае Если Майя Санду Не победит И здесь Концептуальным На мой взгляд Будет позиция Приднестровья Если Приднестровье Даст голоса И победа Додона Будет исчисляться Хотя бы 5% То вероятность Того Что Протесты Перерастут В массовые Демонстрации И цветную революцию Достаточно Низко А вот Если будет Разрыв 2-3% То Майдан В Молдове Практически Неизбежен И результаты Этого Майдана Могут быть Самыми непредсказуемыми Результатом Этого Майдана Будет то Что В принципе Будет решаться Уже вопрос ПМР Почему? Потому что ПМР Может существовать Только при одном Условии Если Идет курс На руманизацию Молдовы Если этот курс Будет сменен То и Необходимость ПМР Отпадет И я думаю Что мы будем Видеть очень интересные Процессы В этой бывшей Советской Республике Ну в принципе На протяжении Своего президентства Игорь Додон И проводил курс На сближение С Приднестровьем На более-менее Нормализацию Отношений С ним Диалога По крайней мере Такого Вполне здравого Вот в случае Если Санду Станет президентом То мы увидим Очевидно Обратные тенденции Как видим Мы увидим Процесс Сворачивания Диалога С Приднестровьем Который был При Додоне И попытку Перезагрузить Отношения С ПМР Уже В рамках Так сказать Новой европейской Концепции Но давайте Не будем забывать Что В Приднестровье Стоят российские Миротворцы Если я не ошибаюсь И поэтому Решить вопрос Приднестровьем Майя Санду Необходимо будет Начать Диалог С Москвой Насколько она Готова Начать Диалог С Москвой Это самый Интересный Сейчас вопрос Почему? Потому что Приходит она На одной Риторике А проводить Политику Ей придется Совершенно В других Обстоятельствах И скорее всего Эту риторику Придется Менять Поэтому Я бы не сказал Что победа Майя Санду В этой ситуации Будет означать Для Молдовы Победу Прозападного Курса Любой Президент Молдовы Учитывая Геополитическое Положение Вынужден Будет Балансировать Насколько Это хорошо Получалось У Додона Судить не мне Вот получится Ли это У Майя Санду Это самый Интересный Вопрос Учитывая Что в Молдавии Очень Хорошо Помнят Историю С Конституционным Судом И лишением Части полномочий Додона Ну да Фактически Не будем забывать Еще этот фактор Фактически Это была Попытка Саботажа Его деятельности Ну вот Вы правильно Упомянули О геополитическом Положении Молдовы И фактически Молдова Это ну наверное Единственная Страна из мне Известных Где присутствуют Такие Ну Обоюдосторонние Что ли Процессы и сепаратизма И иридентизма То есть как бы Воссоединения В Молдове Есть партия Румынских Унионистов Которые выступают Ни много Ни мало За то Чтобы Молдовия Вошла в состав В Румынии В Приднестровье Соответственно Несколько раз Направляли Запросы Российской стороне О том Чтобы включить И их В состав Российской федерации На что Россия Не соглашается Вот Соответственно Приднестровский Сепаратизм И тому подобные вещи То есть Смесь весьма Гремучая И если Не получится Удержать Вот этот Геополитический Баланс То Вероятно Эта ситуация Очревата Какими-то Новыми Обострениями Ну как минимум Торговых блокад И тому подобных Вещей Если Не говорить О чем-то Более Серьезным Ну еще Это все Надо наложить На новую Геополитическую Эпоху Которая Имеет Не только Медицинскую Но и Политическую Составляющую Если мы Обратим Внимание На те Тенденции Которые Сейчас Идут В Евросоюзе Особенно В его Восточной Части И это Не только Польша Но это Еще Например Экономическая Ситуация В Прибалтике То мы Поймем Что Сейчас Катастрофически Не готов К расширению В первую очередь Не готов Экономически Почему Потому что Европа Сейчас Скорее всего Ну по крайней мере Ее ключевые страны Уходят на Экономический Карантин Следовательно Мы можем Предположить Количественное Смещение Которое Мы имели Оно Сейчас Своих Результатов Не дало Европейский Центральный Банк Вынужден Выкупить 71% Своих Долговых Обязательств Следовательно Никто Сейчас Принимать Новых Членов Просто Для того Чтобы Их Датировать Не будет Поэтому Условный Курс На Евросоюз Скорее всего Будет Заменен На Условный Курс На Румынию Но Сможет Ли Румыния Потянуть Сама В первую Очередь Экономически Молдавию Я не уверен Поэтому Скорее всего Майя Санду Окажется Не в Логике Намерений Молдавия Ц Европа А в Логике Обстоятельств Как Выжить Ну Мы же В принципе Видели Множество Противоположных Примеров Когда Логика Намерений Вот эти все Благие Намерения Вхождения В Европейский Союз Прошу прощения Они Ну Скажем так Ни к чему На практике Не приводили Но тем не менее Это не останавливало Такую Проевропейскую Риторику И Намерения По Вестернизации Общества По запуску Там каких-то Европейских И Американских Транснациональных Корпораций Ну вот Яркий пример Украина То есть Никаких шансов На вхождение Там в ЕС В НАТО Нет Но постоянно Эта тема Муссируется И под предлогом Этой темы Заходят сюда Западные Всякие ТНК И фактически Осуществляют Внешнее управление Вот не получится Ли такого С Молдовой После прихода Санду В случае Если она победит Знаете Многие люди Которые инвестировали В политический проект Майя Санду Хотели бы Чтобы все развивалось Именно так Как вы говорили Чтобы Молдавия Не входила В Евросоюз Но при этом Чтобы с помощью Неправительственных Организаций Различного рода Фондов Можно было По максимальному Использовать Те небольшие ресурсы Которые присутствуют В этой стране Но мне кажется Что эта концепция Не сработает В том понимании В котором Они планировали Это раньше Еще раз повторюсь Потому что Поменялась ситуация И геополитическая И экономическая В мире Поэтому Ценность Такого актива Как Молдова Сейчас для НКО Может быть Немножко переоценена И скорее всего Они будут искать Тот баланс Который позволит На первом этапе Сохранить стабильность А уже на втором этапе Попытаться По максимуму Перехватить Все рычаги власти И по максимальному Использовать Молдавию Как знаете Такую Следующую Постсоветскую республику Которая делается По принципу Молдавия Не Россия Или там Белоруссия Не Россия Нужное подставить Насколько это получится Очень тяжело Сейчас судить Я скорее Аккуратный пессимист Я думаю Что политический Кризис в Молдавии Который мы будем Наблюдать Одной из его Составляющих Будет все-таки Решение вопроса СПМР И то Что называется Восстановление Территориальной Целостности Молдовы Я думаю Что первое С чего начнет Моя Санду Это именно Вот с этого вопроса Спасибо вам За беседу Руслан В гостях У Международной Панорамы Был Руслан Безяев Политический аналитик Новое дно Толерантности И попросту Абсурда Пробили на прошлой Неделе В Британии В тамошней прессе Появилась информация О том Что в новой Психологической Драме Из трех частей Транслируемой Английским Пятым каналом Королеву Анну Болейн Жившую в 16 веке Сыграет чернокожая Актриса С ямайскими корнями Джоди Тернер Смит Наверное Вы и так догадались Но все же Объясню Настоящая Анна Болейн Выглядела Примерно так А новая Исполнительница Ее роли Выглядит Вот так Историческое Несоответствие Как говорится Налицо Вот что Написало По этому поводу Британское Издание The Sun Цитируя комментарий Одного Из пользователей Твиттера Цитата Анна Болейн Была белой Белый человек Не будет выбран На роль известного Исторического Чернокожего Это будет классифицировано Как проявление Дискриминации На мой взгляд То же самое Применимо И в обратном направлении Уверен Мнение этого Комментатора Разделяют Большинство граждан Как в Британии Так и в других Странах Однако О помешанных На либерализме Болезненной Толерантности И самой Настоящей Дискриминации Белых актеров В западных Режиссерах Того же Сказать нельзя А значит Шедевры Самобытной Художественной Мысли Вроде Чернокожих Актеров В ролях Средневековых Европейских Королей Рыцарей Или известных Политиков Старого Света И дальше Будут Смешить Публику Интересные Новости Поступали В течение Недели Из Китая Там ЦК Кумпартии Принял Новый Пятилетний План Развития Страны А правительство Начало Очередную Перепись Населения Кстати В отличие От некоторых Стран В Китае Переписи Проходят Регулярно Раз в 10 лет Как и Предписывают Рекомендацию ООН Но это Уже Совсем Другая История На первый Взгляд Новости О составлении Нового Пятилетнего Плана И проведения Переписи Населения В Поднебесной Не связаны Друг с другом Но это Лишь на первый Взгляд 14-й Пятилетний План Рассчитан На 2021 2025 Годы Его обнародовали По итогам Четырехдневного Закрытого Совещания С 14-й Пятилеткой В Китае Связывают Начало Качественно Нового Этапа Развития Страны В рамках Которого Она перейдет От строительства Общества Среднего Достатка К формированию Мощной Социалистической Державы В предложенном Пятилетнем Плане Не обозначены Конкретные Количественные Целевые Показатели В нем Указаны Лишь Приоритеты Политики Китая В частности Стремление К опоре На собственные Силы В науке И технологиях Как заявили Руководители Коммунистической Партии Китая За ближайшие Пять лет Страна Обеспечит Устойчивое Здоровое Развитие Экономики В том числе Посредством Поддержки Внутреннего Потребления Это следует Из документа Опубликованного Государственным Информационным Агентством Синьхуа В коммунике Отметили Важность Существенного Повышения Уровня Промышленной Базы И модернизации Промышленной Цепочки Упомянули В нем И сферу Сельского Хозяйства Китай Планирует Сформировать Более прозрачную Основу Для его Развития Сбалансированного Прогресса Городских И сельских Районов В западной Прессе Вышеописанное Расценили Как стремление Китая К экспансивной Автарки На первый взгляд Звучит Парадоксально Но доля Истины В этом Есть Формируя На своей Территории Замкнутые Цепочки Производства И потребления Но при этом Не закрываясь От притока Капитала Из-за рубежа И активно Ведя экспансию Своих товаров На внешних Рынках Китай Вполне Может достичь Досели Невиданных Высот В уровне Жизни Его населения Так и Во влиянии На мировые Политические Процессы Помимо Грамотных Стратегий Развития Производства Для этого Нужно Еще Кое-что А именно Население И не просто Население А как можно Большое Платежеспособное Население Как мы помним Из курса Экономической Теории Автарки То есть Государство Способное Само Обеспечивать Себя всеми Необходимыми Товарами И имеющее Достаточный Спрос Для развития Собственного Производства Становится Возможность Населением От 500 Миллионов Человек Далее Чем больше Тем лучше По переписи 2010 года В Китае Насчитывалось 1 миллиард 340 Миллионов Жителей По оценкам Правительства Сегодня Эта цифра Может составлять 1 миллиард 420 Миллионов Человек Но это Не точно Некоторые Следователи Напротив Говорят О том Что Население Китая Сократилось Для того То и Проводится Перепись Чтобы Выяснить Точное Население Страны И исходя Из него Дополнить Новый план Развития Экономики Конкретными Количественными Показателями Все-таки Что ни говори О искусству Стратегического Планирования У китайцев Стоит Поучиться В Европе Тем временем Все больше Стран Возвращаются К жесткому Карантину На фоне Роста Показателей Заболеваемости Коронавирусом Как пишет СНН Цитата Британский Премьер-министр Борис Джонсон Объявил Что в ближайшие Дни В Англии Будет введена Вторая Общенациональная Изоляция Решение Было принято Через Несколько Часов После того Как Великобритания Преодолела Мрачный Рубеж В один Миллион Случаев Коронавируса Остановка Общественной Жизни На месяц Вступит В силу С четверга После парламентских Выборов В начале Следующей Недели Сказал Джонсон На пресс-конференции В субботу Вечером Мы должны Действовать Сейчас Чтобы сдержать Осенний Всплеск Болезни Заявил Он Канцлер Себастьян Курц Во время Пресс-конференции В Вене Заявил О введении В Австрии Общенационального Карантина С 3 ноября До начала Декабря Он подчеркнул Что новые Меры Принимаются С целью Избежать Перегруза Системы Здравоохранения И недостатка Коек В больницах Для медицинского Ухода За заразившимися Коронавирусом В указанный Период С 20 до 6 часов Будет запрещено Ходить в гости И на встречи С другими людьми Курц Пояснил Что вечерние Встречи Приводили К увеличению Числа инфицированных При этом Не запрещено Ходить на работу В магазин За продуктами Помогать Нуждающимся людям Или прогуливаться А также Выходить на улицу При возникновении Угрозы жизни К огромному Сожалению Террористы Планируют И осуществляют Свои грязные дела Вне зависимости От карантина Вечером 2 ноября В столице Австрии В Вене Случилась вооруженная Атака Сразу на несколько Объектов Включая рестораны Синагогу И еврейский Культурный Центр На момент записи Этой программы Известно о 4 погибших И не менее 17 раненых В результате теракта Мотивы совершения Преступления Выясняются Возвращаясь к карантину Как сообщил Государственный Пограничный Комитет Беларуси С 1 ноября Страна временно Приостанавливает Въезд Иностранных Граждан В сообщении Отмечается Что приостанавливается Пересечение границы На въезд Для иностранных Граждан Лиц без Гражданства В автодорожных Пунктах пропуска Пунктах упрощенного Пропуска А также Пунктах пропуска На железнодорожных Вокзалах Станциях В речных портах Через белорусскую Границу В целях Предотвращения Распространения Коронавируса При этом Подчеркивается Что ограничение Не распространяется На российских Граждан Следующих Транзитом Через территорию Беларуси В Россию А также На прибывающих В Беларусь Через аэропорт Минска А вот В городах Испании Радикально настроенная Молодежь Уже яростно Протестует Против жестких Карантинных мер И отсутствия По ее мнению Должной Государственной Помощи Безработным Как пишет Дойче Велле Наиболее Ожесточенные Столкновения Против карантинных мер Испанцев Произошли В Барселоне Здесь В ночь С пятницы На субботу 31 октября Сотни молодых людей Перекрывали Баррикадами улицы Поджигали Мусорные контейнеры И автомобили В том числе Полицейские фургоны Громили И грабили Магазины Бросали в полицию Камни И бутылки В общем Жесткий карантин И все Что с ним связано Понемногу Становится Общеевропейским Трендом Как это было Минувшей весной Для Украины Склонной Подражать Западным Правительствам В принимаемых Мерах По противодействию Пандемии Введение Локдауна Также становится Вполне Реалистичным Сценарием Заболеваемость Растет А значит Вскоре Страх перед Пандемией В обществе Может перевесить Боязнь Вызванных ей Экономических Катаклизмов В перипетиях Карантинной Жизни Украины И Европы Нам поможет Разобраться Сергей Кравченко Глава Национальной Медицинской Палаты Украины Здравствуйте Сергей Добрый день Ну вот Мы слышим Каждый день В новостях Что Все новые Страны Европы Возвращаются К жесткому Карантину На сегодняшний день Это и Британия И Австрия И даже Беларусь Заявила о том Что закрывает Въезд для иностранцев В связи с коронавирусом Вот В связи с этим Возникает такой вопрос Мы знаем Что наши власти Очень часто Берут пример С Европы Вот в плане Антиэпидемических Мер И когда там Вводили карантин Весной жесткий У нас тоже Его ввели Встанет ли Это примером И в этот раз И в нынешней ситуации Введут ли в Украине Жесткий локдаун Который может Сильно навредить Нашей экономике Во-первых С чего бы я хотел начать Вы понимаете В нашем государстве Вот в Украине Такая наука Как и эпидемиология Она проигнорирована Вообще Понимаете Вот И в данном случае Органы государственной власти Изначально взяли за основу Абсолютно ошибочную Тактику и стратегию Абсолютно полностью Проигнорировали Международное законодательство В данном случае Я имею ввиду Международное Медико-санитарное правило И действующее Отечественное законодательство Украины То есть Закон Украины Про санитарно-эпидемиологическое Благополучие Население Закон Украины Про защиту населения От инфекционных болезней И постановление Кабинета министров Украины О санитарной защите Территорий Украины Понимаете Вот Если бы Органы государственной власти И соответствующие Должностные лица Хотя бы Перелистали Эти документы Понимаете За них бы Несколько ситуаций Прояснилось Что необходимо делать Либо Если бы Хотя бы Кто-нибудь из них Проходил службу в армии И был знаком С уставом Внутренней службы Вооруженных сил Украины Они бы смогли найти Там 104-ю страницу Устава И раздел Проведение Санитарно-эпидемиологических Раздел Значит Санитарно-гигиенические И противоэпидемиологические Мероприятия Вот В уставе Внутренней службы Вооруженных сил Украины Там 8 страниц В этом разделе И там написано Таким языком Что даже человек С интеллектом коровы Значит Способен понять Что необходимо сделать В том случае Если бы Произошла вспышка Особо опасной Инфекционной болезни Понимаете Вот В Украине С середины декабря 2019 года Вот с того момента Как Китайская народная республика Проинформировала Все международное сообщество О том Что произошла вспышка На их территории Инфекционной болезни Которая составляет Угрозу Чрезвычайной ситуации Международного масштаба Вот В Украине Абсолютно Проигнорирована Эпидемиология Абсолютно Проигнорирована Непосредственно Органами государственной власти Действующее законодательство Это вот что касается Тех реалий Которые происходят у нас Тех реалий Которые происходят Непосредственно В экономически Развитых государствах Вот Страны Европейского Союза Соединенные Штаты Америки Почему они столкнулись С такой проблемой Значит В экономически Развитых государствах В свое время Была Реорганизована Противопедемическая служба И служба Инфекционного контроля Вот По причине того Что экономически Развитые государства В свое время Иллюминировали Большую часть Инфекционных болезней То есть Каким образом Путем проведения То есть Тотальной вакцинации Которая достигла Там Порядка 96% То есть Популяция населения Того или иного государства В итоге Как вы понимаете В экономически Развитых государствах Люди не болели Инфекционными болезнями Значит Соответственно Они реорганизовали Свою Противопедемиологическую Службу На принципы CDC Так называемого Американского Да Это контроль Распространение Болезней Неинфекционных Вот Это то Что в Америке Произошло И Соответственно В Европе Точно так же Там был создан Центр европейских Контроля Распространения Неинфекционных Болезней И в принципе Значит Было абсолютно Проигнорирован Вопрос Инфекционной Безопасности И вот В связи с этим Экономически Развитые Государства Столкнулись С такой Большой Проблемой Как вы Знаете В США Президент Трамп Большие Претензии Предъявил Государственной Институции Такой Как CDC Control Disease Center У которой Бюджет Составляет 11 миллиардов Долларов В год И которая Полностью Провалила Все Противопедемиологические Мероприятия Понимаете Вот И сейчас Конфликт Между руководством CDC И президентом Соединенных Штатов Америки Вот И Как вы понимаете Это все Закончится Еще неизвестно В чью пользу Вот Но я не понимаю По какой причине Украинское Руководство Да То есть Представители Органов Государственной Власти Либо Отечественного Парламента Они нам Рассказывают О том Что в ближайшее Время В Украине Будет построена Подобная Система Как в Америке Основанная На принципах CDC Которая не сработала Да У меня не укладывается Это в голове Как такое возможно Организация Государственная Институция У которой бюджет 11 миллиардов Долларов То есть Это Больше двух бюджетов Здравоохранения Украины Полностью Провалила Противоэпидемиологические Мероприятия На территории Санкт-Петербурга Штатов Америки Значит Президент США Предъявляет Серьезнейшие Претензии То есть Неизвестно Чем это все Закончится А наши Отечественные Политики Государственные Служащие Заявляют о том Что вот мы в Украине Построим рай Основанный На тех принципах Которые были Непосредственно Внедрены В Соединенных Штатах Америки Либо В европейских Странах Ну это просто Нонсенс Вот И как пример Я приведу Страны Которые Справляются С этой проблемой Гораздо лучше Ну первое Китайская Народная Республика Вот то что Происходило В городе Ухань Сработали Чисто По классическому Вот Классические Противопедемиологические Мероприятия Учебник Нашего Соотечественника Академика Громашевского Вот то что Происходило В Китае Понимаете Это Адаптивный Карантин Это в первую очередь То есть Идентификация Подозрительных Случаев Локализация Их Диагностика Передача На лечение Отслеживание Всех Контактных Лиц Отслеживание Контактов Первого уровня Условно Контакты Помещение На изоляцию Вот и таким образом Китайская Народная Республика Прервала Цепь Распространения Болезни По территории То есть Как бы И провинции И непосредственно На территории Своего государства Подобная ситуация Точно так же Вот этим путем Пошла непосредственно Республика Беларусь И у них были Прекраснейшие Результаты До момента Вот этих Волнений Которые Сейчас Начали Значит Белорусская Санитарная Педагогическая Служба При идентификации Подозрительного Случа Болезни На COVID-19 В течение Суток Отслеживала До 250 Контактов Значит И соответствующие Меры Принимала Понимаете То есть Поэтому вот и Получается Что страны Бывшего Советского Союза И страны Бывшего Варшавского Договора Вот Которые В своей Структуре Сохранили Санитарно-эпидемиологическую Службу Советского Образца Которые Носят Имя Нашего Соотечественника Академика Значит Громосевского Показали Гораздо Лучшие Результаты Возникает Один вопрос Каким путем Мы идем В данном случае И зачем Ну и Каков же Ответ На него То есть Каким Мы путем Мы идем В принципе Об этом Мы от вас Более-менее Услышали А вот Каким путем Нужно Идти Что делать Украине Прямо Сейчас Насколько я Понимаю Полноценную Систему Вот эту Санитарно-эпидемиологическую Восстановить За месяц Или за Три месяца Невозможно То есть Что делать Сейчас Чтобы Купировать Эту Угрозу И чтобы Не подвергать Страну Какому-то Тотальному Карантину Снова Который Очевидно Украинская Экономика Может не Пережить К сожалению В Украине В арсенале Органов Государственной Власти Есть Исключительно Один инструмент Это жесткие Карантинные Мероприятия Это Локдаун Вот И Я общаюсь Со своими Коллегами В СНБО В Совете Национальной Безопасности Необороны Вот Они мне Сказали о том Что уже Есть проект Соответствующего Решения Что после Второго Тура Местных Выборов После Оглашения Результатов Все-таки РНБО Будет Рекомендовать Непосредственно Ввести Жесткий Карантин На территорию Украины Вот Почему Именно Таким путем Идут Украинское Государство И органы Государственной Власти Потому что В Украине Тотально уничтожена Санитарная Эпидемиологическая Служба У нас Нет Врачей Эпидемиологов В достаточном Количестве А я вот В качестве Примера Всегда Говорю Что В Ухане В Китае Работал Один врач Эпидемиолог На 1500 Населения В Украине Один врач Эпидемиолог Приходится На 150 Тысяч Населения О чем Это говорит Это говорит О том Что в очаге Инфекции Работать Некому Проводить Индентификацию Подозрительные Случа Локализацию Диагностику Передачи На лечение Проведение Эпидемиологических Расследований Ослеживание Контактов Первого уровня То есть Условных Контактов Помещение Их на Изоляцию То есть Некому Это делать Понимаете То о чем нам Министр здравоохранения Рассказывает Якобы у нас Есть какой-то Адаптивный Карантин То есть Есть какие-то Критерии Которые разработал Бывший министр Экономики Милованов Который к Эпидемиологии Не имеет Никакого отношения Это все Полная К сожалению Чушь Понимаете Вот И поэтому В данном случае В арсенале У Государственной Власти Да У органов Государственной Власти Украины Есть исключительно Один инструмент Это жесткий Карантин Локдаун Значит К сожалению Такие мероприятия Разоряют Украинские семьи И уничтожают Украинскую экономику Но они являются Эффективным Методом Для того Чтобы разорвать Цепь распространения Болезни Вот Но учитывая то Что у нас в Украине Уже Катастрофически Утрачено время То есть Десять месяцев Потрачено Непонятно на что Руководством Минздрава Кабинетом Министром Отечественным Парламентом Офисом Президента Вот То есть Так все были заняты То есть С строительством Дорог И изобретением Украинских Вакцин От ковида Вот Что я Прогнозирую Что даже Жесткий локдаун Жесткие карантинные Мероприятия Нас уже не спасут Ну что ж Спасибо вам за беседу Сергей Выводы Не веселые Но тем не менее Предупрежден Значит вооружен Благодарю вас В гостях У международной панорамы Был Сергей Кравченко Глава Национальной Медицинской Палаты Украины Эту программу Мы записываем В день Когда в США Проходят Президентские выборы Их результаты Нам еще неизвестны Но в период Когда выпуск Выйдет на экраны Вы Уважаемые зрители Уже будете знать Кто победил В связи с этим Анонсируем Подробный разбор Итогов Американского Волеизъявления В нашей Следующей передаче А на этом У меня все С вами была Международная Панорама И я Данил Богатырев До новых встреч На канале КРТ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok